Здравствуйте, приветствую всех на своем канале. И в этом видео я хочу показать вам покупки. Их было довольно много, и в основном это была декоративная косметика. Это уже покупки будут июля. Снимаю я снова ночь, и уже второе видео. Сейчас загружаю видео в пустых баночках, и вот это видео тоже будет только при искусственном освещении, к сожалению, я за это прошу прощения. Но если вам это интересно, то оставайтесь со мной. Начну с того, что у меня как-то резко все покончалось, заказы у меня уже тут не буду я делать, и некогда, в общем, тут не пойми как, и решила я все пойти покупать в магазинах. И начну со всего я по порядку. Уже в пустых баночках, наверное, видели, что у меня закончилось. И, конечно, логично, что было либо такое же новое при оперите, но либо что-то другое на замену этому. Начну я с того, что я нашла крем у себя для лица, вот такой вот AVEN Solutions. Я его только начала использовать, ни в одном видео я его не показывала, он у меня лежал у мамы, у родителей. Но все-таки я его забрала. Здесь идет защитная пленка. Сам крем такой, как гелевый. Очень приятно пахнет. Сейчас я им пользуюсь, мне он нравится, как гневный вариант. Это Hydro Beyond. То есть это освежающий гель-крем для лица, максимум увлажнений. Он хорошо увлажняет, быстро впитывается, на него ложатся. Хорошо тональная основа крема. Пока я довольна. Но пользуюсь им еще мало. Сложно сказать, будут ли раздражения или аллергии. В пустых баночках буду говорить более подробно. В магазине Ривгош я приобрела себе три покупочки. И в основном это было все одной марки. То есть я его мозаик. Вы, наверное, знаете, что я люблю эту марку. Начну вот с такого средства, которое у меня закончилось. И ему это новое, я говорила, в пустых баночках. Это зеркальное сияние, блеск и стойкость маникюра. То есть это верхнее покрытие для маникюра. Три дня с ним держится лак. Оно густое. Довольно быстро сохнет. Не скажу, что прям быстро, да, моментально. Но сохнет так, довольно-таки быстро. У меня то средство уже вот такая кисточка толстенькая загустела. Поэтому я взяла себе еще одну. Там оставалось, наверное, вот столько. То есть где кисточка дальше не доходит, она до самого конца не доходит, там уже сложно доставать это средство. И оно густеет. Вот это я приобрела всего лишь за 99 рублей. Хотя по акции по какой-то там. Хотя цена его 125. Буду дальше с удовольствием и пользоваться. Знаю, что многим нравится девочкам. Ну или некоторым. Кто-то хвалит. Так. Также я приобрела пудру себе на замену. Тоже ее покажу. У меня это оттенок. Я взяла себе чуть-чуть потемнее, потому что кожа подзагорела. 0,3. 0,3. Надеюсь, будет видно. Песок. Тоже более темный оттенок. Спонжик я уже вытащила. Вот так вот выглядит здесь зеркало. И пудра. Она чуть-чуть на тон потемнее, чем которая у меня была. 0,2 опал. Это пудра тоже такого же мягкого помола. Среднего. Но она уже более бежевая идет. То есть там была какая-то бежево-желтая. Наверное, все-таки бежево-желто-белая. Даже, наверное, не имеет смысл показывать ее сводч. Потому что сейчас загорелой рукой она у меня сливается полностью. Вот. Такой оттенок. Она сила его. Пудра мне понравилась. И под нее я еще взяла, знаете, тональный крем. А вернее, даже BB крем. Вот такой вот оставила коробочку показать. Это у нас идеальный уход и защита SPF 30. Большая защита. Мне здесь подошел оттенок. Пробовала я в тестере их крема тональный. Что-то они то желтили, то бежевые очень были сильно. А вот этот вот BB крем мне понравился. В нем небольшой объем. То есть он не успеет, надо есть. Такая вот коробочка здесь двойная. Написано тут, в принципе, много чего. Уникальный продукт, сочетающий свойства тонального и увлажняющего дневного крема для всех типов кожи. Ну, тут дальше все расписано, что он такой хороший и так далее. В общем, вот так он выглядит. По-моему, у Даши, да, Хадем, привет тебе, Даша, видела этот крем. Не помню, нравится он мне или нет. Я решила попробовать. Мне он понравился. Я его наносила уже. У меня этот оттенок слоновая кость идет. Вот так. 20 мл, не помню, сказала или нет. Золотистый такой колпачок. И вот такой вот носик. Конечно, со временем он будет грязный. И даже там, когда был на витрине, это был, кстати говоря, последний из витрины крем, он тоже был уже испачканный. Но не суть. Суть в самом креме. Он дает легкое покрытие. То есть, если у вас какие-то сильные шелушения или прыщи, он не перекроет. Но мне это и не надо. Вот так он выглядит. Видите, он такой бежевый. Вот мы его распределяем. У меня он становится незаметным. Приятно пахнет. Мне нравится, как он выглядит на коже. На моей коже вот эти два средства выглядят очень естественно. И пока я ими довольна, и только вот этим я, вот этим тональным средством, вот этой пудрой я сейчас и пользуюсь. Так, вот это было три средства, которые я приобрела в магазине Ревгош. Дальше уже были все покупки в магазине Айлайк. Еще до этого я вам не показала одну покупочку, забыла показать в предыдущем видео. Вот сейчас я ее вам тоже покажу. Это уже было в Латуаль. В магазине, и там у нас был стенд Вивен, с собой очень мало представлено. Я взяла себе вот такой вот только карандашик. Это карандаш Каял для глаз. Давно я хотела его. Это бежевый оттенок, нечисто белый. Стоил он 169 рублей. Вроде бы неплохая цена на него. Пользовалась я им вот такой. Вот такой молочно-бежевый цвет. Сейчас вам сделаю сочью. Ближе к белому. Светлый. Наносила я его во внутренние века. Там он держится не очень долго, наверное, часа три. И слизистый он никак не раздражает. Комфортный. Также наносила просто по нижнему веку. Тоже подольше уже держится там. И наносила его как... Ну да, вот по нижнему веку в уголочке глаза. В принципе, вот так мне понравилось его использовать, этот Каял. Буду им пользоваться дальше с удовольствием. Вообще, пока понравился этот продукт. Так. И следующие уже пошли большие-большие покупки в магазине iLike, как я уже сказала. И начну я с двух лаков, которые мне понравились. Вот эта марка Rio я показывала в предыдущих видео. Но я не показала тогда свочи на ромашке. Сегодня не покажу. Наверное, сделала отдельное видео. То есть там два лака, здесь уже два лака. Четыре лака. Я вам еще... За мной будет слово, что покажу на ромашке. Пока показываю вот так. Вот такой вот оттеночек. Он оранжевый, с черно-серебр... с серыми блестками. Это молочный такой оранжевый, номер 64. Он уже ложится похуже, чем те предыдущие. Если в один слой, то он будет просто оранжевый, с черными точечками. То есть с черными... как сказать... просто с черными вкоплениями. Но если нанести второй слой, то получится вот такой эффект. То есть как серые будут блестки. Кисточка здесь стандартная. Стирается он обычным средством, ну... скажем так, более-менее. Вот. Но лак... Вот два дня у меня он продержался, я его стирала. То есть два дня он у вас продержится. Ну, со сколами с небольшими, некритичными. Но со сколами на второй день. На третий день... То есть держится он уже похуже, чем предыдущий лак. И мне он понравился меньше. Именно этот 64-й я, наверное, советовать не буду. И следующий мне понравился еще меньше, чем этот. Наносила я его только на ноги, то есть как педикюр с ним делала. Вот такой вот оттеночек фиолетовый. Тот был с краплениями матовый. Тот просто как глянцевый идет. 18-й номер. Он какой-то идет полупрозрачный, что мне не очень понравилось. Его сложно распределить по ногтям. И у меня, к сожалению, педикюр, вернее, получился с ним плохо. Буду дальше еще на руки его пробовать. Поэтому пока мое предварительное мнение, лак этот не очень. Именно этот оттенок номер 18. Но буду дальше смотреть. Где-то еще буду... Я тогда буду с вотчином ромашках показывать вот этих лаков. И тогда я расскажу о нем еще, может быть, изменившееся свое мнение. Так. Следующее, что я вам покажу, тоже тогда были вот эти же покупки из этого магазина. Их было тоже прилично еще. Сейчас я их покажу. Это была подводка. Мне захотелось черную подводку. Это фирма... Сейчас я вам скажу, как она называется. Шерима Шерим. Здесь написано артикул 417. Это была самая дешевая подводка там в магазине черная. Мне ее показывали тоже. Я ее видела, тестила, сводчила. Вот такая здесь идет кисточка. Сейчас попробую более тонкую линию. и более толстую. Вот они, две линии. Тонкая и более толстая. Проверяла я эту подводку. Немножко, чуть-чуть она у глазика смывается, где слезы, да, у нас иногда выделяются слезные железы. Вот. Но, в принципе, не критично. Держится она 8-10 часов. Я проверяла ее. Мне она понравилась, но немножко, пока я к ней не приспособилась. Буду дальше с ней экспериментировать. В ней немного миллилитров. То есть, не успеет она мне надоесть. В общем, понравилась тоже подводка. Марка Шерима Шерима. У меня, по-моему, что-то было от нее, по-моему, бальзамчик тоже мне нравился. Так, следующее. Я все-таки приобрела себе еще консилер от марки Эссенс. Вот такой вот консилер для век. То есть, это чтобы корректировать. У меня до этого видео показывала из Эйвен консилер. Он у меня, к сожалению, вытек. И было уже сложно его показать. Поэтому у меня даже видео прервалось. Вот этот вот корректор Stay Natural консилер называется. Вот такой вот оттенок у меня. Это 0,4 Soft Honey. Довольно был темный. Это был единственный вообще оттенок, который был в принципе в магазине. Вот такой здесь идет. Такая кисточка. Сейчас я вам его нанесу. Вот такой бежевый. Мне он понравился. Он не забивается в складочки. Неплохо маскирует. Но не скажу, что что-то очень сильно. Если какие-то есть проблемы, то, конечно, сильно не замаскирует. Вот. Он вот так выдвигается. Сейчас еще раз он нанесу. Может быть, будет более видно. Побольше слой. Вот так вот. Хороший. Пока нравится. Пока раздражения нет. Но это мои предварительные впечатления. Так. Следующий тоже покажу тогда из марки Essence. Взяла я вот такое покрытие. Хоть и говорила, что не буду брать. Взяла верхнее еще одно покрытие. Для этого показывала я ему мозаик проверенная. Вот это новое для меня. Что-то как-то лак у меня с ним два дня продержался. Это Essence гель-лук. То есть с гелевым эффектом. Мне его посоветовала подруга. В магазине мне его посоветовали. Буду еще пробовать его. Может быть и понравится. Но расход у него большой. Так он выглядит. Заявлено там много. И в принципе лак с ним красиво переливается мне. Здесь написано защитное с супер-блеском гель-лук покрытие. В общем, придает блеск и долго должен держаться маникюр. Но пока у меня только два дня лак. Наносила вот на этот лак. Продержался пока только два дня. Попробую еще на другие лаки. Конечно, буду экспериментировать. Тем более подробно буду говорить уже позже. Так. Следующая покупочка. Это у меня помада. И к ней еще карандашик. Помада всем известная. Очень многие ее показывали девочке. Это Maybelline шепот цвета. Все-таки решила я ее себе взять. Она у меня сейчас на губах. 440-й оттенок. Оранж этюды, по-моему, так. Не знаю, будет видно или нет. В общем, взяла эту помадку после тестера. Встала она у меня 300 рублей. Там еще с какой-то скидкой. Очень понравилась. Она наносит как гелевая, мягкая даже. У меня она без блеска хорошо. Это такой яркий оранжевый цвет. На губах он не такой оранжевый, не такой яркий. Более как коралловый, наверное. Можно так сказать. Вот она дает такое полупрозрачное покрытие. Но равномерное. Неплохо держится. Чем-то мне напомнила гелевая помадка из Фаберлик. Приятная. Хорошо пахнет. Довольна этой помадой. Могу ее посоветовать. Знаю, что многим девочкам тоже эти помады нравятся. Они их берут. И к ней я взяла карандаш к другой марке. Лимони. У меня есть такой лак один этой марки. К этой помаде еще к одной у меня там подойдет. В общем, вот такой яркий оранжевый. У меня тоже сейчас на губах. Такой вот матовый оранжево-коралловый карандаш яркий. Оттенок номер 35. Очень хорошо держит. Стойкий. Мне понравился. Я им довольна. Четкий делает контур. И мне в подарок за вот эти покупки в магазине дали вот такой вот карандаш от Виктории Шум в черном оттенке. Он был, к сожалению, распакованный и похоже, что даже точеный. Но это неважно. Как говорится, к дыреному коню в зубы не смотрят. Это обычный карандаш, по-моему, обычной серии черный. Я вот с подводками рядом здесь вам сейчас сегодня сделаю. Не скажу, что он прямо ярко-черный. Пока я его не пробовала, но черный карандаш никогда не помешает. Пускай будет. И приятно, что в подарок. И мне дали вот такой вот такие тени рассыпчатые от марки Essence. Вот тестер на эти тени. 14-й номер. Я уже их наносила без базы. Мне не понравилось. То есть быстро скатываются. Скатались они у меня в складочке. Сейчас с базой попробуем. Вот такие они идут, рассыпчатые. И потом буду, наверное, еще говорить, когда буду на эту руку чести. Вот. Видите, какие они рассыпчатые. Такие розово-сиреневые, очень блестящий оттенок. Вот на пальчике и вот на руке. Надеюсь, что-то будет видно. Очень он сверкающий, переливающийся. В принципе, буду пробовать с ними дальше, но приятно тоже, как я сказала, уже получить подарок. Еще раз скажу, что это тестер на... Так, на Нью-Йорк здесь что-то написано. Пигменты даже. Вот. Тестер 14-й, пигмент Essence. Вот. Пока пигменты я не пробовала. Он знает, что многие девочки пробуют. Вроде бы им даже нравится. Может, и мне понравится. И последние три малюсенькие-малюсенькие покупочки, которые буквально сделаны мной вчера-сегодня. Я их тоже покажу кратко. Это вот в Улыбке Радуги. Я купила по акции вот такие вот два средства. Они шли вместе, запакованные. Это марка Эвелин. Тушь. Сейчас она у меня на глазах. Это тушь. Она идет удлиняющая, в зеленом, в таком тюбике, с силиконовой щеточкой. Я ее покажу. Сейчас я ее как раз и пользуюсь. Она заявлена... Вот она гибкая тоже. Стоила вот этот вот набор вместе 140 или 150 рублей. Что-то очень бюджетно. Эффект накладных ресниц, 4D, экстремальная длина и изгиб. То есть она заявлена как удлиняющая. С этой функцией она справляется. Хорошо реснички разделяют, удлиняют. Комочки не делает, не смазывается. То есть в принципе тушью я довольна могу ее посоветовать. Несмотря на ее бюджетную цену. И также вот такой вот блеск. Блеском я довольно меньше. У меня он отдельно на губах скатывается в полосочку. Буду еще экспериментировать. Поверх помады. Скорее всего поверх помады. Поверх блеска блеск конечно будет нелогично. Пахнет приятно. Стандартный спонжик. Он идет полностью прозрачный. Номер у этого блеска. 3D Shining Cam. Так, 9 мл. По-моему никакого нет у него номера. А, 2 наверное. Вот номер 2. Но полностью прозрачный. Можно его на помадку, можно отдельно. Но отдельно мне не очень понравилось. Еще попробую на бальзам. И самое последнее средство, которое я вам хотела показать. Уже все, покупки мои подходят к концу. Это жидкость для снятия лака. Так как у меня закончилась от Faberlic, я решила попробовать вот эту жидкость от Victoria Shum. Она была небюджетная. 100 рублей стоила вот такой вот тюбичек 80 мл. Пользовалась один раз, уже вот столько нету. Она розовая. Здесь какая-то заявлено, что с экстрактом алоэ. Она пахнет резко, но когда ее наносишь не очень. Вот здесь не очень удобно ее доставать. И мне не понравилось, что на первом месте стоит ацетон у нее. То есть она все-таки с ацетоном. Кроме того, что она с экстрактом алоэ. Наверное, больше второй раз брать не буду, потому что с ацетоном. Все-таки хочется, чтобы ногти были более, менее такие, как сказать, с такими средствами, менее химическими. Но ногти, вернее, лак очищает хорошо. Вот этот с блестками, который я вам показывала, я очищала. Не с блестками, а с черными точечками. Очистил хорошо, быстро, за два ватных диска. В принципе, со своей задачей справляется эта жидкость хорошо. Вот такие у меня были покупки. В основном здесь, как я сказала, была декоративная косметика. Надеюсь, вам было интересно, полезно мое видео. Всем огромное спасибо за внимание и до новых встреч!